Приветствую вас дорогие подписчики и зрители моего канала меня по прежнему зовут Валдай и мы продолжаем проходить игру Метро Ласт Лайт. В прошлой серии мы с нашим другом Павлом, который стал уже по-настоящему просто братом и практически ангелом-хранителем, да и в принципе мы его тоже несколько раз конечно вырущали, но тем не менее пробирались по поверхности, поедали призраков прошлого в разбитом самолете разрушенном и добрались до станции театральной. И теперь давайте пойдем поглядим на местное представление, думаю будет интересно. В прошлой серии мы в этом месте закончили, оставить самое интересное потом, давайте посмотрим, оправдает ли наше ожидание это представление или нет. Ну и собственно пошли поглядим. Хмм. Неплохо, неплохо. Хмм. Офигеть конечно, но молодцы. Браво, браво. Это было здорово. Да, такого сцена Большого Театра еще не видела. Несравненно, несравненно. Не знаю даже как теперь остальным артистам производить впечатление на публику. Давай уже, объявляйте следующего. Переходим к следующему номеру нашей потрясающей программы. Этот человек призрел опасность, бросил вызов природе. Ухватил бога нового мира за бороду. И в очередной раз доказал, что человек... А вон и Паша стоит. Поприветствуем нашего великого дрессировщика, Леонида Бурова, с его ручным... ээээ... Ужасом нашего города! Хмм... Интересно. Что ж там за ужас-то? Страшно, небось, какой-нибудь? Виктор. А нет, смотрите, какой-то, блин... Какой-то, блин, крутокрыс маленький. Ну, неплохо, неплохо. Как бы он потом его не сажал? Или взял или не бросился? Ну, нормально, конечно. Не хочет. Ах ты, блин, а? Стрёмно. О, да. Определённо удался. Очередная, убедительнейшая победа человеческого гения над мутантами. Кстати, о мутантах. Да уж, это точно. Даже до нашей станции дошли слухи о новых мутантах на ВДНХ. Чёрных, страшных, пули их не брала. А кто их видел, все с ума сходили. Но даже эти щадия ада оказались человечеству по плечу. Ребята с ВДНХ поняли, что заваривали чай не из тех грибов. Хе-хе-хе. Шутник, блин. После возвращения к традиционной рецептуре новых мутантов... Что смешно вам? Нифигово, конечно, так ядра не сделали, да, посмотрите, из вагонов. Поздравим ВДНХ! Вейпи-трибуна. Так, ну посмотрим. А наша программа продолжается. Настало время внести в наше шоу лирическую нотку. Позвольте представить вам гения камерной музыки. Задок как голодище, несравненного баяниста, дядю Колю Пожарного. С проведением, мое сердце рвется к небу, но как всегда бьется о потолок и падает на дно бутылки. Аплодисменты! М-да, оригинальное произведение. Послушаем, послушаем, интересно. Ха-ха-ха. Такой алкаш. Давай, Коля, жги. Давайте ближе подойдем, наверное. Надеюсь, никого не помешаем посмотреть на этого дядю Колю Пожарного. Ха-ха-ха. Здорово. Браво. Браво, дядя Коля. Спасибо, дядя Коля. Струны моей души никогда не будут звучать как прежде. Слишком сильно ваша музыка коснулась их. Переходим к следующему номеру нашей потрясающей программы. Сегодня мне выпала честь представить на суд уважаемой публике самый зажигательный и искрометный номер по обе стороны Атлантики. Самое жаркое и знойное действо современности. Наше огненное шоу. Встречаем, господа. Надеюсь, местные артисты не спарят театр. Ох, офигеть. Сразу трое. Ну, неплохо, неплохо. Я, пожалуй, лучше отойду немножко подальше. А то мало ли там что. Ох, блин, еще и выдыхает пламя изо рта. Ну, офигеть прям. Блин, а прикольно, да? Даже уходить не хочется на сайте. Давайте, наверное, досмотрим до конца представления. Интересно, конечно, что нас ждет дальше. На следующей станции. Как она там называется, не помню. Площадь революции, по-моему, Паша говорил. Или как-то так. Ладно. Скоро сами всего знаем. Пока что давайте расладимся зрелищем. Когда еще придет такой шанс посмотреть на халяву представления? Когда мы еще попробуем на театре, наверное, больше не вернемся сюда уже, я думаю. Ну, неплохо, конечно, неплохо. Это равно поразительно, просто поразительно. Свою степень поражения я оцениваю минимум как вторую. А то и третью. Еще немного, и я бы начал обугливаться. Да уж, Петросян местный. Спасибо. Однако вынужден признать, что девушки все же зажгли жарче. Ребята, надо что-то думать. Даже не знаю. Может, огнемет попробуете? Да уж. Но у нас все еще есть, чем вас порадовать, дорогие зрители. Итак, на сцене Виртуоз Арпеджио, Бог Легата и Демон Тримола, любимый ученик Владимира Манилова и Мэла Бэя, величайший гитарист современности Виктор Минчук со своими фантазиями на заново. Виктор Минчук? Ну-ну. Такая прям виздевка над одним интересным человеком с озвучной фамилией. Блин, каждый произведение называется. Не помню, но очень крутая композиция. Красавчик. По-моему, на месте немножко сфальшивил. Ну, в целом, конечно, здорово играет. Еще не скажешь. Браво. Просто браво. Да. Уважаемая публика, я вынужден извиниться за некоторые изменения в программе. К сожалению, у нашего иллюзиониста кончились ассистентки для номера пилорама. Да уж. Однако, у нас есть более чем достойная замена. Внимание! Рождение новой легенды нашей музыки! На сцене дуэт Минчук и Пожарный с инструментальным экспромтом «Мы патриоты». Поприветствую виртуозов! Пожарный, смотрите, по-моему, явно за кадром еще принял на грудь 200 грамм, а то и 300. Точнее, не за кадром, а за кулисами. Что-то тоже такое, да более знакомое проглядывается в этой мелодии. Здорово, конечно, молодцы, порадовали меня вообще душе. Думаю, музыкальное открытие столетия. Ошеломительно, просто ошеломительно. У меня до сих пор звенит в правомухе. Это были виртуозы подземной Москвы, экс-пром-дуэт Минчук и Пожарный. Итак, дорогие зрители, настал грустный миг. С прискорбием я вынужден сообщить, что наша программа подошла к концу. Надеюсь, она понравилась вам так же, как мы наслаждались вашим обществом. Спасибо, друзья! Приходите к нам еще! Маэстро, сыграйте нам что-нибудь прочувствованное на прощание. Ну что же, это было клево, на самом деле. Очень клево, мне понравилось. Жалко, конечно, что так коротко, но, в принципе, что еще можно было ожидать от спектакля? Точнее, спектакля от шоу «Под землей». Ну, было здорово. Такая грустная музыка напоследок. Ладно, Паша, пойдем. Спасибо за представление. Еще и на халяву. Было здорово. Ну что, Артем, приобщился к искусствам? Ладно, пошли, театр. Пошли, пошли. О, мы прям за курицей проходим. Вот это клево. Ой, Павел Игоревич, а что это вы так редко заходите? Разлюбили нас? Здравствуйте, девочки. Как можно, Леночка? Работа просто заела. На днях ждите. Жанка, дай пудру. Фиг тебе. Своей есть ей пудрись. Это разве пудра? А чего тебе твой? Так, там выход на сцену. Я думаю, мы туда не пойдем. Смотрите, какая, а. Мадама. Зато хозяйственный. Что, Тём? За таким не пропадешь. Ладно, не будем, наверное. Таки выходи за него. Смущать дам. Пойдемте дальше. Дура. Мы просто проверяем чувства. А здесь, смотрите, такие прям трущобы. С другой стороны театра. Кто-то бошку моет. Ладно. Пойдем за Пашей. Куда он там уже ушел? Вон он, по-моему, стоит. Хотя, в принципе, быть может, и можно тут осмотреться. Че полезного найти. Ох, ты ж жёб. Первый театр. Вы посмотрите-ка, а. Какая картина. Да, ладно. Хорошо. Извините, пожалуйста, если что. Я не хотел вас тревожить. Да здравствует мировая революция. Ну, в принципе, грех не гульнуть, конечно. Давай. Я с радостью. Прошу. Две фирменных. Специально для вас из старого запаса. О, это дело. Давай, Артём, встрогнем. Я только много не пью, и у меня были такие случаи в прошлой части игры, я помню. Так же так, очищись. Ух, хорошо пошла. Ай, вообще, хорошо здесь, но дома лучше. Знаешь, мне по всему метролазать приходится. Ну, и наслушаешься всякого про красную линию, дескать, неплохо у нас, и жрать нечего, и расстреливают всех подряд почём зря, и анекдот не рассказать сразу вяжут, и строим все ходим. Стоп, давай-ка ещё по одной. Давай, Артём. Давай, только по последней, Пашка, я больше... Ой, что-то у тебя, она вообще как-то мимо руки. Посмотрите, у него рюмка. Чёрные лаги. Жесть. Ну, да, у нас строго. Да, без бардака. Одна партия, один руководитель. Ну, да, идеология, там все дела. Ну, и что? Порядок зато. У всех еды одинаковая, нет богачей и нищих. Сколько надо для жизни, столько и получаешь. Да, ещё по одной. Не, чё-то, блин, я чё-то... Паш, мы тебя рёмка, смотри где. Ты видишь вообще сам-то об этом, нет? Замечаешь? Ох, какие лаги жёсткие. Да. Ты посмотри, как окраинные станции живут. Жрут друг друга, детей своих в рабство продают. Где-то каменный век уже начался. Если человека самому себе предоставить, он до зверя в два счёта скатится. Нужен порядок, нужен. В это и верю. Сдохнем мы в метро беспорядка. Перегрызём друг другу в лодке и вся недолго. Так что ты как хочешь, а я красным, красным упал. Так что давай, за порядок. Что-то у тебя прям крайне странное. Срёмка твоей творится. Давай, Артём, давай. До дна, до дна. Меня, по-моему, уже накрило в щи. Ой, как не вовремя подошли злые ребятки. Ну вот и хорошо. Не серчай, Артём. Работа у меня такая, красную линию защищать. А ты, мушкитёр, сейчас по чужую сторону баррикады. Бойцы, оформите товарища. Есть, товарищ майор. Слушаюсь. Эм, в смысле оформите. Чё-то, Паша, я не понял. Чё за дела? Ну, началось. Ну, блин. С возвращением, товарищ майор. Вольно. Неужели он нас предал? Как глупо я попался. Купился на заверение в дружбе. На дурацкую присказку о мушкетёрах. Ничего. Мы ещё поквитаемся. Интересно. Зачем Павел заманил меня в ловушку? Ну, прошу прощения. Да уж. Офигеть, конечно. Вот такого порта событий не ожидал. Он нас предал. Блин, ну, метро никому не задоверять. Будем знать теперь. Если, конечно, выберемся из плена красных. Отставить! Это у нас так. Перегибы на местах. Не обращай внимания. Мне тебя сюда надо было доставить. И ты теперь под арестом. Но, с другой стороны, всё может обернуться. Очень для тебя хорошо. Спасибо тебе, сволочь. Здравия желаю. Здравия желаю. Вольно. Вижу, жизнь бьёт ключом. Так точно. Товарищ Москвин проводит смотр. Опа. Сам генсет. Товарищ Корбут тоже здесь? Так точно. Товарищ генерал тоже прибыль. Ну, повезло. Как всё закрутилось. Слушай, Артём, ты парень умный. Должен понимать, случайностей не бывает. Пошёл. Ты много знаешь. И я советую тебе не темнеть. И я тебе помогу. Но ведь с тобой кто? Мушкетёры. Один за всех. Да пошёл ты, блин. Мушкетёр хренов. Этот ваш бункер. Кому он достанется, тому и жит. Этот последняя война был, Артём. И мы к ней готовились. У нас сила. Да, сила от вас вправду ни хреновая. Смотрите-ка, сколько солдат. Прям целая армия настоящая, блин. Даже надо побольше, чем на Спарте было. А может быть, даже больше, чем у фашистов. Но мы ещё Ганзу с вами не видели. Содружество концовых станций. Вот там. Вот там вообще полный бипец. У нас столько народа обитает. Готовых бойцов. Побольше, чем у вас клуняки проклятые. Павлик Морозов. Ну, мать твою, ну, это вообще же, ну. Паша Морозов. Вячеслав Андреевич. Вот, Рейнджер спас. Какое совпадение. Лесницкий, вы же тоже обмирает? Рейнджер. Его знаете? Так точно. Это Артём. Доверенное лицо Мельника. Они вместе нашли Д6. И потом он отличился. Во многих операциях. Ну что ж, рад знакомству, товарищ Артём. Не могу сказать того же. Есть, что предложить друг другу. Доставьте товарища в переговорную. Ага, в переговорную. Знаю я ваши переговорные. Пытать будете, сволочи. Давайте-ка, молодой человек, пропустим обмен непрестностями. И сразу перейдём к теме. Известные вам мутанты-телепаты Чёрные представляют огромный научный интерес. Вы расскажете всё, что знаете о них. За это обещаю вам жизнь и работу. В вашем же ордене. Но на меня. Будем как мушкетёры. Один за всех их всех. И ты, сволочь, туда же. Генеральный секретарь ЦК КПМ, товарищ Москвин. Вячеслав, разговор к тебе. А это у нас что? Очередной враг революции. Хм, отлично. Как вы верно отмечали, Лёне давно пора учиться о работе с людьми. Вообще-то мы собирались надставить. Все эти ваши сыворотки правды. Хитрые машинки пустая трата времени. Дайте-ка я тряхну стариной. Ох ты ж, чёрт. Ну давай, сволочь. Ну, гнида. Говори. Давай, выкладывай всё, что знаешь про Д6. Охрен тебе, старый пень. Ах ты ж, блин. Больно. Да пошёл ты. Это называется допрос, Лёня. Допрос. Обычное дело. Что? Когда ты играешь в куклы, такого не делаешь? Нет. Сучёныш, власть тебе с крови не бывает. Бывает. Твой брат правил без крови и его до сих пор любят. Стоять. Стоять, я сказал. Вы делайте, что хотите, но вытянуть из него всё и пулю в затылок без этих соплей. Потом ко мне есть разговор. Да уж, ситуация падая, конечно, блин. Как же мы будем из него добираться? Зачем? Похоже, наши отношения безнадёжны и испорчены. Но тут на помощь приходит наука. Ах, ты ж, сволочь. Вы всё скажете. Ай, блин. Ну, офигеть, теперь. Ну, Паша, конечно. Не зря у тебя фамилия Морозов. Чёртов предатель. Надеюсь, мы с тобой покатаемся ещё. Я и тебя, сволочь, спас. Жизнь тебя спас. По-моему, даже не раз. А ты? Ну, что это такое? Очередание галлюцинации? Флэшбэк? Когда Артём был маленький? Помни, об этом рассказывалось в первой книге. Митро вытащитный Си-3. Ой, жесть. Прямо не знаю, что лучше. Стражи или чёрные? Отправляется на Венецию с группой. Расплатишься там с местными. Реши их вопрос окончательно. Понимаешь, о чём я? Так точно. А с Чёрным что делать? Да, Чёрного обнаружили. Подробности в конверте. После Венеции сразу за ним и... И рекомендую больше меня не подводить. Не подведу, товарищ генерал. Не подведу. Пошли они все в задницу. И папаша, и Корбут, и Морозов, и революция, и моё большое будущее. Я так не хочу. Я всё равно так не смогу. Пускай расстреляют, чем как папаша родного брата. А вы... Вы там, если выберетесь, ну, живите. Пойдём со мной, дружище. Вот. Давайте сюда. Там свобода. Уж я-то знаю. Я... Ну, удачи. Блин, как же тебе благодарен. Даже твое имя не знаю. Мужик, спасибо тебе огромнейшее. Надеюсь, таки тебя не расстреляют. Ты ж как-никак сын Москвина. А он большая шишка. Да уж, охренеть. Тут, по-моему, что-то не лучше нифига. Грибочки радиоактивные. Давайте-ка скорее отсюда выбираться. Блин, ну, Павлик, конечно, ну, сволочь. Так, вот это интересно. Давайте послушаем. Значит, уже в курсе. Я всё-таки глава разведки. Глава, а информацию упустил. Проклятые беженцы. И полис, и ганза, и даже нацисты, чёртовы, уже всё знают. Крыс мы переловим, а война всё равно неизбежна. Неизбежна? Знаешь, я и политбюро сомневаются. Сомнения признак страха. Да как ты смеешь? Ты председатель госбезопасности и подчиняешься мне. Да, да. Но когда мы в шаге от окончательной победы революции, вы не имеете права нарушать план. Я не имею права я. Вы ведь всегда прислушивались к моим советам. Как, например, быть с вашим братом и после его безвременной кончины кинзек вы. Теперь я снова даю совет и лучше вам будет снова прислушаться. Ты не посмеешь. Знаете, товарищ Москвин, либо мы с вами одна команда, либо каждый сам за себя. Но, Чеслав, достоит вообще это чертово метро всей кровище, которую мы прольем. У меня есть способ сделать все бескропно. интересный какой же. Хорошо. Хорошо. Действуй. Политбюро я беру на себя. Да уж. А у красных ты? Небольшой раскол. Ну, офигеть. Ладно, давайте убираться отсюда. Интересно, что такое вкололи мне и что я смог рассказать. Или ничего не рассказал. Быть может, мне просто вкололи оставили меня. нет шансов. Вот если с поверхности через церковь, потом катакомбы, зайти в спину, тогда, возможно, с основного направления не встретятся противления. Потом зачистка. Смирно! Товарищ генерал! Бойцы! На вас возложена ответственная задача. Вы знаете ровно столько, сколько должны знать. Вы должны помнить две вещи. Первая. От вашего успеха зависит победа. Второе. Операция засекречена. В плен вы сдаваться права не имеете. Вопросы есть? Можно ли нарушить радиомолчание после захвата объектов? Только в крайнем случае и только на кодированной частоте. В случае контратаки противника объекты удерживать или отходить? Удерживать. Активное противодействие не предполагается. Товарищ генерал, вы приказали убрать все знаки отличия, но потом нам выдали флаги. После победы и получения сигнала поднимите флаги над захваченными объектами. Еще вопросы есть? Никак нет, генерал. Ну, удачи, орлы. Служу красной линии! Да уж, блин, из огня до в полуме. От фашистов убежали, теперь от красных надо убегать. Интересно, куда же они готовят нападение-то? Очень интересно все это. Вот теперь я нахожусь в настоящих паучьих катакомбах. И генеральный секретарь Москвин до уровня главного паука не дотягивает, явно уступая генералу Корбуту. Знать бы, что он задумал? Что доставил ему Лесницкий из Д-6? Что должно уничтожить врагов революции? Пока сплошные вопросы. Ясно одно, информация о черном у Павла. Теперь он моя цель. Ну что же, Паша, настало время платить по щитам. Погоди у меня, вот только доберусь за тебя. Тихо, 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 мать твою, Артем, не шуми. Тема, не шуми. Так, ну что же. Старая, надежная, крепкая каска. Шикарно. Что, неужели все оружие вернули? Давайте-ка поглядим. Так, так. Не, погоди-ка, дробовик есть. И пистолет с глушителем есть. Снайперскую винтовку у нас отняли. Ну, в принципе, ты хрен-то с ней. Так, что у нас с противогазами имеется? Стоит ли менять их вообще? Так, ладно, тут пока вроде как ничего больше не взять. Ну, в принципе, о том, что оружие обратно отдали, уже хорошо. Я уже доволен. Так, а вот это уже более интересно, что это такое. Еще не беста с глушителем? Так, 1.95, 1.96. Ох, смотрите, Ни хрена не понял. Это что еще за мать его оружие? Дробаик с глушителем, что ли? Офигеть. Ну, ладно, допустим. Вот это уже реально интересно. Хорошо, тогда оставим дробаик с глушителем и пистолет с глушителем. Так, зажигательная граната, по-моему, судя по всему, тоже неплохо. Довольно-таки, какая маска, прям как с биошока первого. Так, ладно, чем еще порадуете? Каморка такая, по идее, все бы забрал по одному, но, блин, что-то не дает нифига больше. Вот, смотрите, сколько патронов, и они, блин, не берутся. Обидно, обидно. Так, ну ладно, давайте отсюда выбираться. Только очень осторожно. Так, прям какая-то хреновничка, которую проходишь, она звонит, так что она меня явно потревожит. Давайте, пробуем тут пробраться. Тут никак. Вот черт, а. Так, ладно, эта лампочка вроде нас не отвлекает особо. Точнее, не показывает. Так, ну давайте, смотри, значит, двое, да? Нет, трое. так, долго еще? Сейчас. Очкоешь? Отстань, дай подумать. Так, тихо, 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 главное не оборачивайтесь, ребята. Ох ты ж, черт. Твою ж дивизию, а? Чуть бы он не запарился. Так, ножи метательные на меня, интересно, есть или нет? Было бы неплохо метуть него ножичком. Попробуем. Ну, второй, конечно, я зря метнул, но так, чисто уже на нынеренере, потому что подумал, что с первого не упорится. Ну нет, нормально, убил его с одного ножа. Ну что ж, замечательно. Ох ты, калаш. Калаш, это тоже, блин, неплохо, конечно. Так, погоди-ка, что мы имеем, получается? Пистолет? А третье-то оружие у нас есть? А, смотрите, да, вроде как есть. Так, стоп, ножи. Окей, а как оружие менять? А вот, понял. Значит, дробовик с глушителем, пистолет с глушителем и просто дробовик. Давайте вместо просто дробовика возьмем старый добрый армейский калаш. Так, ну пока что, наверное, походим с пистолетиком все-таки. Твою мать, что же я сделал, ты идиот, я забыл про эту хреновину. Вот ты ж черт, а, вот я придурок. Просто в тупую про нее забыл. Черт побери, ладно, хорошо. В таком случае, давайте на нас дробовичком походим. Я думаю, пригодится. Блин, жалко-то как, а, можно было спокойно убить его. Теперь она сейчас наверняка запарит своим фонарем, высветит. блин, сволочь. Тихо, 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 тихо. Ой. Отлично. Хотел, конечно, дробовиком воспользоваться, но да хрен ты с ним. Лучше уж так ножик метнуть, надежнее будет. Так, а тут пройти-то можно? Да, можно. Все замечательно. Так, шикарно. У тебя тоже дробовик. Тогда нафиг. Тут закрыто, тут открыто. Только ничего нет, что ли, получается? Странно, нам это не взять. Ну ладно, допустим. Тут тоже закрыто. Ну окей, пойдем дальше. Честно говоря, конечно, заканчить, но давайте дойдем уже до сейва, а там уже и закончим. Так, давайте-ка лампочку выкрутим, наверное. Попробуем, по крайней мере. Ах, твою мать, я упал. Ну как же так-то, что-то бред. Охренеть. Пытаюсь выкрутить лампочку. Блин, это бред. Ну ладно, по крайней мере, выжил и охранник ушел. Так, скорее, скорее. Нахрен, гачил свет. Что это? Радио. По тоннелю номер 2. Ну, можно привлечь внимание охранника. Давайте так и сделаем, наверное. Ну, а еще? Ему пофигу, что ли? Что-то не особо он торопится, по-моему. Музыку вырубать. А вот что это. Жестко, конечно, жесткая игра. Так, ладно, давайте вырубим этот дикий рог. Так, отлично. Фильтр для противогаза всегда хорошо. Ну, а кто ее дивизия? Долбаная крыса напугала меня. Ну что ж, видимо, тут и такое бывает. Окей. Блин, какая же там яркая лампа. Так, тут все под замком. А здесь тоже. Тут посмотрели, или нет, не помню. Ага, вот. Один пропустили, а здесь у нас калашик. Ну, в принципе, посмотрим. 10-350. Ну, и то же самое. Ну, окей. Патронов калашу, конечно, у нас просто немерено. Можно только в путь ими расстрелиться. Но они, по-моему, еще и деньгами являются, насколько я помню. Или там какие-то другие патроны. Я знаю, что есть патроны кустарные, которые можно стрелять просто, но они хуже гораздо. А есть патроны настоящие армейские, они одновременно являются еще и деньгами. Так, как мне эту долбанную лампочку выребить? Даже она на стене, на потолке ничего нету больше. Что-то она, по-моему, не вырубается. Ну, и да ладно, хрен ты с ней. Что-то больше ничего, интересного нету? А вот есть заметка. Давайте почитаем. Одно теперь ясно на 100%. Красное Ленио готовится к войне, не делая громких заявлений, в отличие от Рейха без истерик. Красный полномерно собирает самую сильную армию из всех, которые когда-либо существовали в метро. И тишина, в которой происходят эти методичные приготовления, кажется мне куда более угрожающей, чем громогласные речи брыжащего слюной фюрера. Тут я, пожалуй, с Артемом соглашусь. Выглядело, и вправду, это зрелище, конечно, устрашающе. Так, ну, наоблайке, наверное, не время играть сейчас, потому что можем поднять тревогу. Пойдем-ка туда. Ох, офигеть, какая здесь техника. Так, ну, в принципе, дорогие друзья, контрольная точка есть, то есть сейф. Наверное, пожалуй, на этом мы и закончим, потому что время, как-то не печально, снова подошло к концу. Продолжим, мы в следующей серии убираться с этой чертовой станции и, собственно, искать предателя Паврика Морозова. отомстим ему по полной программе. Это я вам гарантирую. Надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой игровой канал, если до сих пор этого не сделали. Также вступайте в игру ВКонтакте, оставляйте комментарии и ставьте большие пальчики вверх, мне будет очень приятно. Так, какие-то там крысы с хвостами. Ну ладно, в общем-то, об этом мы все уже узнаем в следующий раз. Надеюсь, что вам понравилось. До новых встреч, друзья. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok